Матери Нечаянная Радость в Русской Православной Церкви почитается чудотворной. Иконография этого образа возникла под влиянием рассказа о чудесном видении грешнику, описанном Дмитрием Ростовским. История, записанная святителем, рассказывает, что некий человек имел обычай каждый день молиться перед иконой Богородицы, а потом идти на злое дело. Но однажды, во время молитвы, он увидел привычный образ движущимся, живым. Смотрят, открылись язвы младенца на руках и ногах, и в боку, и течет из них кровь потоками, как на кресте. В страхе человек спросил Деву Марию о язвах и ранах Богомладенца, и получил ответ, что грешники вновь и вновь распинают Иисуса Христа и заставляют ее скорбеть от их дел. Грешник настойчиво просил Богородицу помиловать его и помолиться об этом ее сыну. Богоматерь согласилась, но дважды Иисус отвергал ее моление о прощении грешника. Но в конце концов молвил, да будет, как хочешь. Ныне прощаются грехи ему, тебя ради. В знамение же прощения, пусть слабызает язвы мои. Поцеловав язвы Богомладенца, грешник пришел в чувство, и видение исчезло. Потрясенный он исправил свою жизнь. Прощение грехов стало для него нечаянной радостью и дало название, появившееся на основе этой истории, иконографии Богоматери. Композиция иконы точно повторяет рассказ свидетеля Дмитрия. В левом углу помещают молящегося беззаконного человека, который стоит на коленях перед образом Адегитрии. На Богомладенце принято изображать разорванную одежду и язвы. Пред иконой Пресвятой Богородицы нечаянная радость молится об обращении заблудших о здравии и благополучии детей, об исцелении глухоты и болезни ушей, и о возвращении в Церковь отпавших от православной веры.